Слава Господу, братья и сестры! Перед нами еще одна молитва. И мы прочитаем Слово Божие. Послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением. Ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Евангелие Иоанна, 3 глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья, сестры, вопрос такой, к которому я хотел бы, чтобы мы чуть-чуть поразмыслили. Если бы мы, как бы изменилась, вот, брат, моя сестра, любой пришедший на это место, твоя жизнь, если бы ты знал точную дату своей смерти? Вот если бы ты знал, что в таком-то году, в таком-то месяце, такого-то числа я уйду с этой земли, я уйду в вечность. Как бы это повлияло на мою жизнь? Вот я так рассуждаю, что, наверное, о многих вещах я бы задумался. Я бы сел, наверное, там, посчитал, как с калькулятором, без калькулятора. И так, ну, если это там условных 60 лет, то, конечно, отчисление в пенсионный фонд делать для меня было бы бессмысленно. Я бы понимал, что хотя нас по закону положено так, и вряд ли бы я закон как-то приступал, но я понимал, что это все напрасно, потому что плода для меня не будет никакого. Но если я понимал бы, что это будет лет 80, то, наверное, я все-таки переживал, чтобы эти отчисления были, потому что я понимаю, что наступит пенсия, и нужно будет как-то сводить концы с концами. И вот это знание, оно могло бы повлиять на мою жизнь определенным образом. И вот, братья и сестры, Слово Божие говорит о том, что Бог послал своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но когда умер, вообще не умер. Имел жизнь бесконечную. И вот, друзья, мы, верующие с вами люди, живем христианской жизнью, но, к сожалению, мы порой, порой, очень часто, не мыслим подобными категориями. Павел пишет к римлянам, и он говорит такие слова, «Не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Мы понимаем, что у разных людей, которые имеют разное воспитание, выросли в разной культуре, в разных семьях, в разных обстоятельствах, у них есть свое мышление, у них свой образ мыслей. И мы так не раз слышали о том, что говорят, например, «Послевоенное поколение ни одной крошки в мусорку даже хлеба самого черства не выбросит». Почему? Они выросли в то время, когда еды было мало, и за каждую крошку просто дрожали. И поэтому образ мыслей, который сформировался, вот ими и так направляют. И иногда, ну уже, знаете, бывают разные обстоятельства в жизни, когда человеку говорят, тебе это и это есть нельзя, потому что определенные моменты со здоровьем связаны, а он не может это не есть, потому что у него образ мыслей и так сформировался, и он не может поступать по-другому. Мы знаем о том, что есть дети, которые выросли в интернате, и в любое место, куда они попадают, для них это всегда становится вопросом неким выживания. Они стараются все получить из себя побольше, они привыкли там, что нужно за все бороться, за еду, за какие-то привилегии, за какие-то взаимоотношения, и они все там где-то в карман засунуть, где-то с собой в торбочку, где-то по головам пойти, у них такой образ мыслей сформирован. Мы можем говорить о образе мыслей, вот, например, там, братья, есть место лишения свободы, кто вышел, там своя история, в разных кругах, по-разному люди, они имеют свой образ мыслей. И вот приходя к этой молитве, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы молились, чтобы Бог хотя бы чуть-чуть обновлял наш образ мыслей. Это был образ мыслей, как здесь написано, чтобы вам познавать, чего хочет Бог, что есть воля Божья. Одна сестра была, пришла ко мне со своим мужем, и у нее была к мужу большая претензия, потому что когда был вот этот праздник, женский день, который у нас принято праздновать в стране, он ее не поздравил. И был определенный скандал на этой почве, потому что вот так вот пошло, и не было это внимание уделено ей, вот как остальным нормальным женщинам. Мы понимаем, что в этом мире, в этом обществе, в котором мы живем, принято так поступать. И сообразуя с мышлением этого общества, конечно, есть основания предъявить мужу претензии, правда? Потому что сопоставляя с ценностями этого общества, он поступил неправильно, и поэтому пистон ставить ему было бы неплохо. Может быть и так. Это другой разговор, надо разбираться. Но, братья и сестры, были, например, в этой ситуации достигнут некий Божий интерес, когда в семье потерялся мир, когда в семье потерялись какие-то добрые чувства, взаимоотношения. И вот иногда у нас есть дилемма. Образ мыслей, который мы имеем, брат мой, сестра, который ты имеешь, на основании которого ты строишь взаимоотношения в семье твоей, с твоим мужем или женой, с твоими детьми или с твоими родителями, с братьями и сестрами в церкви, его природа какая. Есть моменты, когда мы, например, можем на кого-то обидеться. Почему? Ну, например, мое слово не послушали. А как мое слово можно не послушаться, если я пастыр в церкви? Надо разобраться. Так не пойдет, так не пойдет. Мы так далеко не уедем. И можно вызвать на ковер и напомнить. Ты смотри, у меня погоны все-таки. Но, братья и сестры, когда мы понимаем, что мы имеем вечную жизнь от Бога, и на этой земле мы должны преследовать в каждом дне своей жизни его интерес. Не потому, что мы должны достичь чего-то, не потому, что мы должны в глазах общества показаться правильными, не потому, что мы должны иметь некие цели, которые позволят нам всплыть повыше где-то в какой-то среде. Но потому, что мы должны преобразовываться обновлением, наш ум должен обновляться в Божьем присутствии, чтобы нам понимать, чего от меня в моей жизни Бог хочет. Завтра понедельник. Братя и сестры, у кого какие планы на понедельник, на завтрашний? Ты знаешь, что завтра от тебя хочет Бог? Ты знаешь, как прожить понедельник, чтобы им Бог остался доволен? Когда ты возьмешь в руки вот эту штуку, свой смартфон, и захочешь открыть какую-нибудь программу, что угодно, Библию почитать, Тик-Ток глянуть, кому-то что-то написать, будет ли это преследовать интерес в вечности? Будет ли иметь это какой-то смысл с перспективы в вечной жизни? Или это будет совершенно бессмысленно? То подумай в два раза, пожалуйста, какой ты имеешь образ мыслей. И сегодня я хотел, чтобы мы молились о том, чтобы Дух Святой еще касался наших сердец. Это не происходит от проповеди служителя. Это не происходит от убеждения кого-то. Но знаете, брат и сестры, от чего мне особенно грустно, вот и братья немножко вспоминали об этом, последнее время приходит определенное количество людей с какими-то конфликтами, какие-то вопросы друг по отношению к другу, неразрешенные какие-то моменты. Приходит иногда муж и жена с претензиями. И грустно от того, насколько образ мыслей верующих людей далек от библейского, небесного, Божьего образа мыслей. Ты им объясняешь, что должно быть так и так по Писанию. Они говорят, да нет, ты не представляешь, он же меня ущемил в моих правах. Пастор, ты думаешь, что ты говоришь? Он же со мной так и так должен. А почему он с тобой так и так должен? Ну, потому что так и так правильно. Потому что вот я так понимаю, а Бог что понимает? И вот, брат и сестры, так важно, чтобы мы молились и имели тот образ мыслей, который будет Божий образ мыслей. Не тот, который навязан обществом, воспитанием Твоим, Твоим мировоззрением, еще чем-то, но Духом Святым, который силен обновить Твой и мой разум. Давайте мы ставим наши ноги. Наше время ушло. Может быть, небольшое время в молитве, но понуждаемся в нем, чтобы мне сегодня иметь этот образ мыслей, который Бог желает видеть во мне. Молимся. Спасибо. субтитры подогнал «Симон»!